Особое мнение на 101FM Марина Сергеевна, планировали мы начинать с этой темы и начнем Одобрены изменения в структуру регионального правительства У нас появился председатель правительства отдельный от губернатора, вице-губернатор И первый заместитель председателя правительства Эта функция была, но тогда, когда председатель правительства и губернатор были еще совмещены Едины в одном лице Председателем правительства стал Александр Чурин, вице-губернатор Андрей Плитко Их кандидатуры сегодня согласовали депутаты законодательного собрания Во-первых, вопрос, вот эта структура, она на пользу Кировской области или нет? Новое, обновленное Ну, вы знаете, у нас всегда благими намерениями дорога, сами знаете, куда в ад ведет, да, порой Дело в том, что структуры, вот уже, на мою память, не раз уже менялись У нас при Белых было там 11, по-моему, стало или было 9, стало 11 замов Это все ведь для улучшения, считай, да, работы Вот когда у нас есть губернатор, значит, нужен председатель правительства И в то же время документы, которые, вот я видела, проекты, там, значит, он же и председатель правительства В его отсутствии, значит, исполняет, ну, там, вот, документ был как-то так подготовлен очень Не знаю, у меня вопрос вообще по делам всегда судят, да И сидеть на этом бережку и предполагать, что оно и как будет Но последние вот инициативы о таких изменениях, там, об утверждении председателей, там, правительства Губернатор есть, ну, я не знаю Наверное, что у нас прибавилось так много работы Раньше справлялись Один человек? Один справлялся, да По такому количеству У меня, вот, знаете, вызывает всегда У нас идет не замена в работе, мы не видим, да, конкретной От перестановки, как вы, друзья, не садитесь Я не думаю, что это вот будет такое яркое улучшение событий Почурин у меня, знаете, вот вопрос Может быть, он непосредственно Ему, по-моему, поручали в последнее время работу Курировать, вернее, сферу спорта, физкультуры А его брат, который заменил вот по Сельмашу заводу 1 мая Перепоручил, например, группу здоровья, которой 45 лет занималась, да И вдруг начальник охраны решает, а заниматься этой группе здоровья волейболом или нет Это мы сейчас про Сельмашевский какой-то комплекс говорим Про завод 1 мая мы говорим А, про завод 1 мая Да, в спортзале, ПТО, где занимались Вот я сужу по конкретным делам Когда мы планируем или хотим себя В больших делах мы хотим, вернее, показываем себя, какими хотим В больших, а в мелочах-то такими, какими мы есть И поэтому Ну, назваться можно и председателем правительства Можно еще там вице-губернатором Я не знаю, можно еще какие-то должности придумать Будет ли от этого лучше? Вот, к сожалению, я, может быть, скептик Пока не вижу, что это сразу что-то изменит Надо смотреть на результат Так уж очень долго смотрим Потому что выборы у нас, когда там были уже почти 2 года назад Да, что-то такого кардинального Видим некомпетентность многих министров К сожалению Чехарда с кадрами Которые появляются, уходят непонятно откуда Куда приходят С какими И в области и в городе, кстати говоря Да, вот это как раз чехарда с кадрами Она к хорошему не приводит И мы сегодня не видим, что у нас идет как-то действенное Что люди приходят, профессиональные, подготовленные, проверены по делам А не прожекты какие-то, что они там хотят сделать или как-то С хорошим таким выбором Поэтому я скептик Вы скептик Но вот та история, что у нас сейчас будет в области постоянно человек находиться Ну, практически постоянно, я думаю Который может принимать окончательное решение Было много вопросов А зачем тогда губернатора выбирать? Ну, говорили, что губернатор сейчас У нас же взаимодействие с федеральным центром усиливается Надо деньги добывать на регион Губернатор часто проводит время в Москве Ну, надо быть губернатором полумосковской У нас раньше был представитель В Совете Федерации были наши сенаторы Которые, извините, чем-то должны были заниматься и занимались Но если они плохо занимаются Ну, надо их менять Если они плохо занимаются Кировской областью Они же от Кировской области там находятся В Совете Федерации и в других структурах То есть вы смысла пока не видите в этой реформе? Меня пока не убедили, что это будет очень эффективно И что все станет хорошо Марина Сазонтова в нашей студии Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Вице-спикер Зак Собрания Пятого Созыва Если мы говорим о том, будет хорошо, не будет хорошо Журналисты часто работу власти критикуют Накануне была конференция Союза журналистов В Кировской области По-моему, сейчас даже название сменили Как-то по-другому называется Сейчас эта структура Кировское региональное отделение Союза журналистов России Вчера был выбран новый председатель Евгения Дрогова сменила Елена Урмадская И я знаю, что обсуждались профессиональные вопросы В том числе вы там были И вот вопрос взаимодействия власти и журналистского сообщества Обсуждался тоже, поднимался тоже И много критики было Ну, я была там не в качестве приглашённой или делегата Просто Николай Петрович Мясников Решил делегатам и районщикам Подарить свою книгу Будние районки И попросил меня Он не очень хорошо себя чувствовал То есть я, так сказать, сторонним наблюдателем Но когда предложили выступить всем Желающим был открытый микрофон Я всё-таки выступила И в перерыве сразу получила эхолотом Так сказать, мнение редакторов районных газет У нас сейчас не стало никакой подготовки Ребят, которые хотели бы попробовать себя Как юные корреспонденты Юнкоры, раньше всегда это называлось Это не обязательно, что они все стремились в журналистику А дело в том, что ты попробовал У тебя не получилось, ты понял, что это не твоё Это тоже хорошо, отрицательный результат И когда редакторы районных газет подошли и сказали Да к нам сегодня никто не идёт Потому что дети современные и молодёжь Они спрашивают, ну и сколько там зарабатывают Корреспондент районки где-то 12 тысяч с гонораром И сразу полностью, да, то, что человек зарабатывает в месяц И у нас такое только некому работать И никто не идёт из молодых Поэтому новому составу, вот правление было избрано Да, конечно, предстоит над этим поработать Но Урманская сама работала во власти Так сказать, чиновник, да, была Поэтому, может быть, ей этот опыт пригодится Опыт был разный Потому что выборная кампания Они сегодня высветили очень многих людей Кто как работал И тут уже обратно, как сказать То, что было, то оно и есть Выбранное новое правление Но, я думаю, оно не очень совсем новое То есть люди, которые же у себя показали Вот от чего хотелось бы предостеречь Союз журналистов Наше областное отделение Союза журналистов Начиная с 90-х, конечно, его возглавлял Ну, почти там 25 лет Николай Петрович Мясников И времена это были суровые И когда Союза журналистов У Союза журналистов была база Бурмакина Куда можно было с семьёй приехать Даже редакцией приехать и отдохнуть Фактически всю эту базу содержала Одна Кировская правда Но времена суровые И Николаю Петровичу пришлось эту базу продать Тогда начался такой визг Обвинили, что вот Союз журналистов, значит, такой вот Секой Мясников, который эту базу продал Но если бы вы помогали там содержать Этого не было А что дальше? Пришёл другой, сменил Николая Петровича Который очень активно его критиковал за это И в то же время сам продал Трёхкомнатную квартиру в Нижнеевкино Трёхкомнатная квартира Благодаря которой очень многие журналисты Ну это тоже фактически было Ну как гостиничный номер, да, получается? Нет, там не гостиничный Там три комнаты Можно было приезжать Я имею в виду как гостиница То есть ты приезжаешь, останавливаешься? Да, и вот это лечение, которое очень было необходимо Ведь Союз журналистов, он должен, во-первых, помогать И со здоровьем какими-то, не только профессионально И продали эту трёхкомнатную квартиру То есть сейчас возможно сидит Сегодня у журналистов, да, понимаете Если мы хотим, чтобы Союз работал Ну, во-первых, нужно очень, будем говорить Честно относиться к друг другу Не было, чтобы вот таких лживых обвинений В чей-то адрес таких бросали, да Которые время показало, что сами не очень И создано, вернее, подтверждается, опять же, большое жюри Оно очень важно И когда там говорят на всю Россию Сорок всего там лет за пять было таких обращений Это такие журналистские споры между собой Как повели себя там корреспонденты В той или иной или там целой редакции В той или иной ситуации В том числе при освещении проблем, конечно, да, критика И очень важно, что вопрос стоял и на этом конференции О законопроекте, который уже теперь не законопроект Да, запрет критика чиновников и власти Вот он обиделся Тот закон, который принят на федеральном уровне Да Фейковые новости и критика власти Дело в том, что Что значит критика? Дело в том, если ты, например, начинаешь критиковать Что у человека вид не тот Я имею в виду, что нос не той формы Или уши там торчат, извините, да Чисто из этических соображений Марина Сергеевна, мы понимаем, что речь идет не об этом Да А другое дело Я, например, сделала бы соответствующий ход Его, наверное, можно, все юристы это могут подтверждить Дело в том, что Если чиновник, посчитавший, что вот его зазря покритиковали Но доказать это не смог Тогда корреспондент или редакция в праве моральное Значит, за моральный вред подать иск Потому что, извините, это тоже переживание Редакция, так сказать, в каком напряжении Там над ней судебные какие-то иски висят и так далее Но самое интересное, что критериев-то нет Ну да, до сих пор не прописано, что значит оскорбительная форма Дело в том, да Я считаю, что вот у нас настолько непрофессионально Я понимаю, что им хочется Я совершенно не оправдываю этот закон Кто хочет читать, читай Извините, когда выборная кампания За Зюганова, помните, какая грязь лилась, да? Там они не... Да не только на него, много на кого, да Ну, начали с Зюганова С этими, не дай бог, и прочими, да, газетенками Но сейчас, видите, как повернулось на власть Критики действительно много Надо себя защитить, любимых Вот озаботились Ну, наверное, если это этим только кончится А так, как ведь пар, не пытайся жать Где-то может выстрелить В общем, лучше пусть это в слова выльется, чем во что-то другое Безусловно И когда критерии, если даже переходить У нас в последнее время, вот взять Раз, нельзя там, да, критиковать А критерии не определены, что такое Раз, мусорная реформа А она ничем не отличается от того, что обычно мусор собирали Нет ни мусоросортировки, ни мусоропереработки Как можно такие принимать и делать ходы? Сейчас мы о методах критики власти поговорим С Мариной Сазонтовой, первым секретарем Кировского горкома КПРФ Вице-спикером Заксобрания пятого созыва После небольшого перерыва Продолжаем выслушивать особое мнение Марины Сазонтовой Вопрос критики власти Ну, сегодня, я так понимаю, что была предпринята попытка На самом деле, наверное, даже раньше В некотором образом закрутить гайки, да Лишить недовольных кировчан возможности высказываться В том числе высказываться публично в общественных местах Речь идет о законопроекте, о поправках В закон о митингах, собраниях Ну, так вот коротко я его назову Которые предусматривали, что Ну, возможно, возможно Отодвинуть всех митингующих от органов власти От органов правоохранительных Минимум на 50 метров Не ходите тут с вашими требованиями Мимо вашими плакатами Да Ну, и плюсом еще речь идет о том Что сокращается, как я понимаю Количество мест, где можно проводить многочисленные митинги Потому что увеличивается то место Пространство, которое рассчитано на одного человека С полуметра сейчас До полутора метров в будущем Этот законопроект обсуждали На муниципальном уровне На уровне Кирова обсуждали Вот, не обсуждала, правда, общественная палата Сегодня должны были депутаты его рассматривать в первом чтении Но сняли Сняли по просьбе Я не знаю, как это сформулировать Владимира Быкова Спикер ОЗС Который сказал, что в связи с необходимостью Более полной проработки отдельных положений проекта Его нужно исключить И депутаты проголосовали за Мы обсуждали этот законопроект Марина Сергеевна В нашем эфире Гости наши отмечали действительно Невнятные формулировки Которые непонятно, что запрещают Настолько непонятно, что даже депутаты законодательного собрания Журналисты сначала запутались Касается это одиночных пикетов И пикетов вообще Или не касается Потом выяснили, что речь идет все-таки о митингах Речь идет о территориях, где можно проводить митинги И численностью до 100 человек без согласования Вот я не понимаю Это такая очередная попытка все-таки закрутить гайки Или это пробный шар какой-то Что это было? Ну, во всяком случае По последним Это инициатива По-моему, кого-то из депутатов Валерия Басюка Да Председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Вот когда председатели комитетов Выходят с такими непонятными законопроектами Это ведь, в общем-то Они сами характеристику дают Своему уровню работы законотворческой Что подразумевает? Еще опущен такой момент Что депутатам, оказывается, и встречаться с избирателями Тоже запрещено открыто Не предупредив и не уведомлений не подав Мы знаем раньше, да Если запрещали какую-то публичную акцию в формате митинга То можно было провести встречу с избирателями Речь с депутатами, по крайней мере, да Вот Все кругом, так сказать, вот себя обезопасить Абы что не вышло Ну, я надеюсь, что в Кирове никаких эксцессов у нас еще не было Если у нас там ориентируются на жилеты французские Это одно Но ведь что это кто, на ком шапка горит Значит, недовольство растет Закрывать глаза на это уже не удается И теперь, я думаю, это ответный ход То есть себя обезопасить, вот так оградить Чтобы абы чего не вышло Народ-то ведь недоволен Поэтому ближе 50 метров не приближайтесь Точно Поэтому я считаю Вот основа, из-за чего это появилось, так сказать, желание что-то себя обезопасить Это вызвано как раз нарастающим недовольством наших жителей Последними действиями на любом уровне И федеральным пенсионной реформой, и мусорной, которая, значит, тоже федеральная И все другие Пока не все еще, извините, готовы к какому-то активному участию в этих митингах, да, предположим Но не замечать рост этого, как бы вот показатель уровня недовольства Он очень растет и горячая, так сказать, линия, да Вот это этим вызвано, что надо как-то, да, себя обезопасить Я вспоминаю 7 ноября Я уж теперь не помню год когда, да 7 ноября на Театральную площадь Водометная там вся пожарная техника и проще все было выведено Ни жить не быть Да, если вы такое не помните А это какой был год, Марина Сергеевна? Это ведь не 90-е были, это было позже Это позже, гораздо позже Я помню Иван Дмитриевич Чупрынов Фронтовик, который прошел, вот ему 95 лет будет Он жив, можно это уточнить Он был, так и другие фронтовики Ну, может, это уже, наверное, при Шаклеине это было То есть начало 2000-х Сейчас помнила Да, да, да И он сказал, я не помню Это только в концлагерь пропускали через трое стоящих там полиции или милиции с овчарками Чтобы пройти вот на сбор, где проходил свой памятник Степану Халтурину То есть мы это уже вот проходили И те, кто пытается такими вот действиями, они вызывают ответную реакцию, обратную В таком случае ваш прогноз, ну вот сейчас его сняли с рассмотрения, что будет дальше? Будут проталкивать? Я думаю, что будут проталкивать в каком-нибудь виде Что-то более, так сказать, там разъяснят, если кому что-то непонятно И ядросы команду дадут и будут пытаться Нам удавалось, знаете, когда принимать решения в поддержку, например, многодетных семей Там по тысяче хотя бы доплачивать тем, кто пятерых детей воспитал, родил А когда ядросы очень дружно все разлетались в отпуска в июле Это было перед... А, то есть это на последнем заседании? Да, 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 да Потому что мы работали до конца, а у них иногда вот не хватало, так сказать Но сейчас немножко изменят Не все же уезжали, а сейчас, мне кажется, и не приветствуется это уезжать куда-то Надо в России отдыхать, внутренний туризм развивать Ну, вы знаете, можно говорить, так сказать, но не афишируя Потому что я знаю, что вроде бы и губернатор с Чуриной в Италию В Италию, да, для чего-то там уехали От заграничных поездок Там, между прочим, инвесторов искали, Марина Сергеевна Предлагали, между прочим, итальянцам заняться мусоропереработкой у нас в регионе Не знаю, чем закончится это По поводу критики власти, по поводу пенсионной реформы, по поводу мусорной реформы Я знаю, что есть обращения жителей, и что количество их растет Жители недовольных пенсионными вот этими изменениями в пенсионной системе И обращение к вам в том числе поступает, ну, потому что... И звонки, и люди приходят Вы знаете, это было еще не даже... уже несколько лет назад Такая была попытка, при Ельцине это сделано А теперь мы наступаем правительству на те же грабли Дело в том, что по-разному люди работали Ну, советский там период, да, сейчас уже почти мы 30 лет в этом живем Одно дело, когда человек отработал 38 лет Но не получил он звание ветерана труда, не хватает ему двух лет Отработали, ко мне кто обращались? Работники аптек, санитарочки были, предположим, да Медсестры, у которых тоже не было... там, дети, они не могли по две-три, там, по две ставки, например, работать То есть речь идет о людях, у которых была невысокая зарплата Невысокая зарплата, но они отработали... Стаж толдовой есть? Почти 38, да, у многих очень большой стаж И что получается? Те, кто нигде не работал... ну, пытался, вот если советское время брать, да И прогуливали, и пьянствовали, и кто-то, извините, в местах не столь отдаленных, да, подсидел Но кто-то просто не работал официально, Марина Сергеевна Вот не надо забывать, да, что и в советское время тоже были возможности какие-то для приработка Это очень незначительно, да, по крайней мере И сегодня получается, что этих людей уравняли Пенсии одинаковые, что вот их нужно до минимума Я согласна, что да, пенсия должна хотя бы как прожиточный минимум уровню соответствовать Но когда уравняли у людей, у которых стаж, у которых всю жизнь Только потому, что, ну, нравилась, может быть, профессия не так многие, да, там, на небольшую, но они работали Не, ну, в конце концов, мы все понимаем, что, ну, может, у кого-то муж хорошо зарабатывал, да А вот у человека действительно женщине нравилось помогать кому-то в больнице А сейчас она осталась одна, предположим, да И вот когда их сегодня уравняли, и женщина, которой мне это рассказывали в Совете ветерана комбината ИСКОЖ Она отработала 38 лет, но без нынешней пенсии не прожить Она сегодня разносит пенсии И разносит пенсию тому, кто отсидел 10 лет за убийство А у него пенсия больше, она же ее раздает, чем у нее отработавшие 38 лет Вот здесь, когда подход и будут вот так уравнивать людей Ну, у него заработок там, я еще понимаю Но помогать-то надо прежде всего и как-то отличить по стажу А изменить ситуацию как-то возможно? То есть это поправки в законодательство должны быть какие-то? Я считаю, да, по крайней мере, если у человека стаж большой И он действительно работал, конечно, должен быть другой коэффициент А КПРФ может внести в Государственную Думу поправки в законодательство? Я думаю, что да, безусловно И еще, что очень важно Я об этом, это уже, наверное, начало где-то 2012 год Я приехала в Талицев, Аленского района И там как дед Щукарь Мы были в бывшей церкви, там где клуб Шанка так, это на Бекрень, Килогрейка, Валеночки Он говорит, ну что ваше повышение? Как повысит там 7% стукну по карману Порубцовский? Нежли нет У него 5-600, вот там была тогда пенсия на тот период Он в деревне живет Мне ваша там коммуналка ничего не интересует Добавили там ему, будем говорить, 150 или сколько-то рублей А тот, у кого пенсия большая Ну понятно, что он коэффициент У него совсем другой И ведь правильно понимать Добавьте поровну хотя бы Чтобы не так унижать людей У кого и так маленькое, ему и бросают, извините, чуть-чуть Вот я считаю в этом ошибка Что надо дифференцированный подход как раз к этому повышению Иначе унижают тех, кто добросовестно работал В таком случае, Марина Сергеевна, надо вносить поправки Безусловно Надо вносить поправки И я так думаю, что Нет, а подождите Я не считаю себя самой умной Это очередной, так сказать, внесенный закон Который не проработан до конца Непрофессионально подготовлен документом Ну мы же видели, как это делается Это очень быстро все проводили Мы же помним Правильно Быстрее, 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 быстрее Где нужна спешка Да, при ловле блох там и там еще где-то Вот и все А это закон Поэтому, когда так готовятся документы Которые несут очень многие последствия Для очень многих, для миллионов Я считаю, надо кому-то отвечать все-таки за это Я, честно говоря, не верю в то, что кто-то ответит У меня тоже иллюзий нет Значит, надо делать выводы Кто нами правит Небольшой перерыв у нас две минуты Мы вернемся Еще несколько тем у нас для обсуждения Особое мнение на 101FM Марина Сазонтова в нашей студии Вице-спикер ЗАГС Собрания Кировской области 5-го САЗО Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Мы продолжаем Важные новости Я думаю, что кировчане многие в курсе А кто-то нет Суд отменил плату за мусор с квадратного метра Вчера вечером она появилась Я напомню, что идет заседание в Кировском областном суде И сами выступили несколько человек Люди живут в частных домах В пригородах Кирова Соответственно, как и все кировчане Платят с квадрата Посчитали им Мы в этом эфире рассказывали В нашем эфире об этом Посчитали им все Включая осенние неотапливаемые Какие-то перестройки под одной крышей Гаражи Неблагоустроенный подвал И там вышло такое количество квадратных метров И такая платежка за мусор Что люди возмутились и пошли в суд Ну и вот вчера Решение областным судом было принято Плата за мусор с квадратного метра Отменена Но мы кировчанам должны сказать Что пока ничего не меняется И в министерстве ЖКХ энергетики Тоже говорят Пока ничего не меняется Платежки за март Которые принесут в апреле Будут точно такими же Плата будет с квадратного метра Потому что решение возможно Будет опротестовано Министерством энергетики ЖКХ Правильно я понимаю Марина Сергеевна Да у них есть такое право Обратиться Затянуть процесс И Как долго это может продолжаться Ну как вам сказать Можно находить разные По формулировке Совсем точные Так сказать Найти такие заковыки То есть юристы Которым хорошо платят Они тоже будут работать На то Чтобы пока все оставить Затянуть и так далее Хотя по большому счету Это еще раз показывает О неподготовленности Этой мусорной реформы Мы ведь не против того Чтобы город стал чище Чтобы по крайней мере Можно было знать Куда что сдается И в советское время Я вот вспоминаю Все сдавали бутылки Я думаю Огромное количество кировчан Если создать систему Нормальной Мусоропереработки Мусоросортировки Огромное количество кировчан Будет сдавать И стеклотару И макулатуру Если за этим не надо будет ехать На другой конец города Да И вы знаете что интересно Ведь в основном Сдавали дети Ходили Конечно Я помню Потому что их приучали Что чтобы не было отходов Мы должны вот это Это сделать Если там что-то остается То можно что-то потратить И доход семье Сейчас Когда принято решение Ведь никто Понимаете Меня поражает Как Что Ах какие вы нехорошие Вы хотите значит С человека брать А как многодетным семьям Извините Так вы им предоставьте Право выбора Да Кто мешает Вот мы же здесь сидим Сами И я не считаю Что самое умное Которое идет Это на поверхности Лежит ответ Об этом говорят Пусть человек сам выбирает Платить ему выгоднее С метра Или с квадрата Мы понимаем Что мусорная реформа Затевалась Не только для того Чтобы выгоднее было Нам платить Нет Там было выгоднее Чтобы побольше собрать Конечно Вот это конечно Ситуация Опять же говорит Что в одни ворота Игра Она добром не кончается Марина Сергеевна Все-таки прогноз Месяц дается На протестование приговора Я так понимаю Вот на нашем уровне Ну во-первых Предположим Верховный суд Там же свое рассмотрение Потом президиум Может быть Верховного суда И так далее То есть Это история Не одного месяца Может быть даже Я думаю Да Точнее бы конечно Сказали юристы Потому что у нас Меняются условия Какие-то определенные Да Существуют К счастью Я не настолько В этой сфере Чтобы давать Более точные даты Сроки Но я думаю На следующей неделе Будет все ясно Потому что Мотивировочную часть Решения судебного Как раз стороны Получат ко второму апреля И после второго апреля Я так понимаю Что будет приниматься решение В министерстве энергетики И ЖКХ Протестовывать Или все-таки Каким-то образом Менять структуру Начисление платы И это только промежуточный вариант Потому что Это шло по пригородам У кого коттеджа По квартирам Многоквартирных домах Опять паузы Мы понимаем Нет Но вот эта история Я вот честно говоря Тоже пока не вижу Мотивировочной части Не могу сказать Эта история касается Только частных домов Или эта история Касается в принципе Квадратного метра По своим частным домам Обратились по своим Но вот из решения суда Пока вот из того Что озвучено Пока непонятно Все-таки речь идет О всей недвижимости Ну на руках у нас Нет решения Поэтому мы не можем Сказать точно Касается ли это Да Еще одна проблемная новость Этой недели История с общественной палатой Вчера мы обсуждали ее В нашем эфире Общественная палата Не смогла выбрать Нового председателя Взамен Александру Галецких Который уходит В совет ветеранов Вчера мы обсуждали У нас несколько было представителей Позавчера было само Непосредственно пленарное заседание Напомню На пост председателя Была предложена Кандидатура Натальи Ишичко Наталья Ивановна Возглавляет на протяжении Достаточно длительного времени Наше кировское общество Знание Она достаточно человек В городе известный И уважаемый И люди которые Не согласились Голосовать за нового председателя Потому что не хотели Участвовать в безальтернативных выборах Они все говорили Что мы очень к Наталье Ивановне Уважительно относимся И готовы были бы ее поддержать Но не в такой форме И опять же были жалобы В сторону областного правительства В частности Министерства внутренней политики Не проработали Заставили Чувствуем давление Нет не будем Вы знаете Такой вот Волонтаристский метод Работы Он свойственен Этому министерству На выборах Это мы особенно Явственно видим Как административный ресурс Включается Как людей ломают Это вынуждают Председателей комиссии Избирательных И так далее Но видимо посчитали Что и так пройдет Ведь в общем-то То что произошло Если идти первоначально Куда Сан Саныча Двинули В областной совет ветеранов Я так кратко назову У них там длинное название Мы тоже обычно В эфире не называем Вот такой раз Вот сменить И об этом писали Те кто присутствовали Из корреспондентов На этом мероприятии Да Как оно прошло Посчитали Что общественную палату Можно с ней точно так же А вот тут раз И сорвалось В общем-то Это даже плюс дает Наши Члены общественной палаты Что они Вот Это Давление Там Нажим и так далее Потому что В этом случае Как поступают Обзванивают Предупреждают Вот вы там должны И нашлись люди Которые посчитали Что Есть свое мнение Которое надо уметь Отстаивать И действовать Какими-то демократическими Принципами При выборе Председателя Общественной палаты Я даже больше скажу Есть люди Которые не готовы Были голосовать В такой форме Но при этом Готовы И поддерживают Наталью Шитько И говорят Что На следующих выборах Если она выставит Свою кандидатуру Да Как Один из кандидатов Они будут ее поддерживать То есть Не к кандидатуре Претензии у людей Я говорю К форме Демократически Должно быть Поэтому Подготовят Может быть Как у нас И на Порой Выборах Государственной Думы Или в городскую Там какую угодно Да Такие Личности Выставляют Чтобы Они будут до конца Альтернатива Так называют Совершенно никому Малоизвестный Человек Вот если По такому принципу Пойдут Ну Более принципиально Надо поступать Поэтому Общественная палата К сожалению Вот те Кто Входят В нее Рассказывают Они считали Что они действительно Могут Как-то Влиять На обстановку Они могут Ну вот Еще Может быть Прежний созыв Меня очень поразил Когда Поддержали Общественная палата Если я не ошибаюсь Решла Об установлении Полуторного Прожиточного Минимума И лишении Льгот Всех тех У кого Доход Выше Чуть-чуть Полуторного Прожиточного Минимума Я была поражена Как так Можно вообще Поступать Это же Общественная палата А этим Очень воспользовались Говорит Даже Общественная палата Там То-то Поддержала Вот Нельзя быть Таким Орудием Которым Можно Манипулировать В какую сторону Выстрелить Как это нужно Правительству Области Найдутся люди Которые Умеют Ведь В общем-то Это независимые люди Они могут Отстаивать За ними Общественную Организацию Они работают Бесплатно На общественную У них есть Своя Работа Занятость Какая-то Вот это Очень важно Когда человек Дает согласие Когда он туда Пришел Посмотрел И говорит Ооо Это совсем не то Только ведь Общественная палата Может рекомендовать Хотят ее Услышат Не хотят Не услышат Если вы Если вы Начинаете Какие-то Неудобные Задавать Вопросы Ну Вы Оставайтесь При этом Мнении Поэтому Мне вот Большое Я уже Несколько Созывов Наблюдаю Работу Общественной Палаты Что-то Произносим Но Чтобы Таким Было Действенно Ведь Спросить Любого Кировчанина Что вы Знаете Об этой Общественной Палате Много ли Кто что Скажет Кто обращался Тот Скажет Потому что Может быть Да А по идее КПД КПД Общественной Палаты Ну Были ведь Мы на заседаниях По ЖКХ Там Да Вопросы Но Чтобы Это Кардинально Удалось Что-то Поменять Увы КПД Невысок Это Не потому Что Там Люди Равнодушные Тогда У них Есть Я думаю Да Инструменты Они Могут Обратиться В законодатель Например Собрание С инициативой Чтобы Что-то Внести И все Но Иногда Уровень К сожалению Очень Низкий Вот Здесь Совместно Мы всегда Когда проводили Там Заседания Комитетов Там ЖКХ Там Транспорт Ну И так Дали Да Приглашали В тесном Контакте Работали И здесь Взаимообогащение Вот это Более тесное Например Взаимодействие Надо ли Для этого Общественную Палату До сих пор Вот задают Вопрос А вообще Зачем она Создана Общественная Палата Что она Принципиально Если у нас Сегодня Депутаты Плохо Работают Не встречаются С избирателями Чтобы изучить Обстановку Проблемы И чтобы Действительно Принимать Какие-то Изменения В закон Или выступать Законодательными Инициативами Общественная Палата Мне кажется В большей степени Иногда Это вот В целом Федерально Это было создано Для чего Вопрос у меня Есть Я не поняла Вот большой Может быть Опрос надо проводить Я правильно понимаю Что если Общественная Палата Будет вести себя Принципиально Не будет бояться Идти на конфликт В том числе С областной властью С городской властью Вот именно На конфликт Принципиальный Такой Да То Уважение К палате Прибавится Я думаю Всегда Если ты отстаиваешь Основанное На документах То есть Проверенной информацией Ты ее отстаиваешь Не просто По слухам То есть Подход должен Профессиональный Во всяком случае Быть Но при этом Возможности Искать компромисс Все-таки Они остаются Правильно? Надо озвучивать То есть Позиция И общественные Примеры Палаты Чтобы она Очень четко Прозвучала И позиция Правительства А дальше Очень классический Пример Посмотрите Когда у нас Говорят Что Сдают вопрос Зачем Объединять Три колледжа Художественное Искусство Музыкальное И культуры Зачем Объединять Отвечают Членам Общественной Палаты Что это Не планируется И в то же время Есть постановление Правительства В котором прописано Для Оптимизации Бюджетных Средств И так далее Запланировано На 19-20 годы Объединение Этих учебных Заведений То есть говорят Одно А пишут Другое К сожалению Это озвучивают В общественной Палате И молодцы Там те Кто с этим Не соглашается Поднимают Эти документы Но это Должны Озаботиться Наверное Это же Областные Учреждения Культуры И законодательное Собрание Наверное Должны тоже Разобраться С этим Ну а законодательного Собрания Я пока не слышала Вот такое Что прямо Было на уровне Вопросов Каких-то Задано Вот это Вот я считаю Надо было Подключать А мы Сергею Павлиновичу скажем Да Марина Сергеевна Он в курсе В курсе Так что конечно И выступает всегда В общем Сергей Мамаев Да Руководитель фракции КПРФ Зак Собраний Мы перепоручаем этот вопрос Да Еще одна тема Не знаю Успеем быстро Или не успеем Накануне Пришло сообщение От УНФ Со ссылкой на жителей Я так понимаю Что это жители микрорайона У Дворца Пионеров Они переживают Что вопрос застройки В парке Снова может быть открыт Я не знаю Откуда у них Эта информация Почему-то Посчитали люди Что Кванториум Детский технопарк Который планируется Построить в Кирове По-моему К концу этого года Разместится на площадях Дворца Пионеров Ну это наверное Отчасти было бы правильно Да Там техническое творчество Ну И всегда там были детские кружки Вот Но при этом потребует Еще и сооружение Некого пристроя Объекта Еще какого-то Дополнительного На территории Министерство образования Пока эту историю опровергает Говорит Что помещение Еще ищем Пока еще не определили Где будет располагаться Кванториум Обратились родители детей Которые во Дворце Пионеров Занимаются Обратились в УНФ С жалобой на то Что вот уже детские ансамбли Собственно говоря Оттуда выселяют Видимо под предлогом Размещения Кванториума Вот такая вот история Ну Журналистика Она привыкла Как раз сопоставлять Несколько Да Источников информации Какая-то новость Кто услышал Как там разобрался Безусловно Нужны Официальные лица Официальные лица Пока опровергают Но мы помним Что официальные лица И музея Провергали народного образования А работы-то шли Это одно А работы шли Вот то, что вы говорите Как раз пригласить Если представителей Там ансамбль Которые вот По какой причине Да Выселяют родители Если они обращаются И встречу Я считаю Нужно непосредственно Вот если это идет О Дворце Мемориале Наверное Нужно встретиться С родителями этими И руководство Пригласить Из министерства И объяснить Чтобы они им дали ответ На каком основании Куда их собираются Переместить Так скажем Хорошо Все-таки вот Если у нас просто Время прямо Уже заканчивается Если все-таки Говорить о размещении Кванториума На территории Парка у Дворца Пионеров И в самом Дворце Пионеров Вы скорее за Или скорее против И можно ли по детской Учреждение Откусите еще немножко Парка Ну во-первых Учреждение Если вы говорите Пристрой Полминутки Комплекс Это архитектурное сооружение К нему просто будет Нелепо что-то пристраивать Отдельное место Второе Нельзя настолько Концентрировать В одном Не самом доступном месте Сразу несколько У нас в городе Иногда пусто У нас есть спальные районы Есть районы Виланусты Которые остро нуждаются Взять там Или чистые пруды Где-то там Или еще в Коминтерне Вчера район Квату Обсуждали То есть нужно смотреть Где больше детям Чтобы был выбор у них Где ближе Добираться Может даже и без транспорта Вы скорее за то Чтобы в другом месте Кванториум появился Ну как вариант Что они должны быть В разных местах у нас Куда дети могут приходить А не то что Концентрировать их Со всего города Стягивать в одно место Я благодарю Марину Сазонтову Первого секретаря Кировского горкома КПРФ Вице-спикера Законодательного собрания Пятого Сазы Он на этом особое мнение Завершается До свидания Всего доброго Особое мнение На 101FM